МИР ВЫСОКОЙ МОДЫ Грациозные и безупречные модели легко и непринужденно прямо с подиума задают модные тенденции для миллионов людей во всем мире. Кажется, что фешн-индустрия принимает только избранных. Но что несут в себе новые тренды последних лет? Мне понадобится длина до переда от шеи. Александра Галли, дизайнер одежды. Ольга Занозина обратилась к ней не просто за новым платьем. Девушка готовится к модному показу. Хотя еще совсем недавно одна только мысль о таком открытом выходе в свет казалась Ольге просто невозможной. Очень долгое время я прятала протез. Ну, практически 20 лет. Он был у меня в поролоне. Я делала под свою ногу, чтобы были похожи. Ольга потеряла ногу вследствие онкологического заболевания. Ей было 19 лет. Молодая, красивая. Жизнь только началась. Металлический протез вместо ноги. Это казалось немыслимым и чуть ли не стыдным. Повсюду мерещились косые взгляды и безмолвный штамп. Не такая, как все. Путем долгой и неумолимой работой над собой, спустя много лет Оля победила свои страхи. И наконец решилась выйти из тени прямо на подиум. Я познакомилась с другими девчонками, у которых такая же проблема. И родилась идея сделать показ мод для девушек, именно стальных, у которых вместо ноги протез. Отсюда пошло название «Мир стальной красоты». Чтобы все равно протез был виден, не совсем его закрывать. То есть можно какой-то дымкой там его... Но чтобы он все равно был. Чтобы это было видно. В моем понимании женщина с ограниченными возможностями должна быть в первую очередь все равно женщиной, красивой женщиной. И мода не должна ее в этом никаким образом тормозить. Сентябрь 2019 года. В Московском экспоцентре проходит международная выставка моды. Свои новые коллекции представляют более тысячи брендов из разных стран мира. Стенд этого российского дизайнера особенный. Здесь выставлена одежда для людей с инвалидностью. Нашей задачей было сделать коллекцию, которая инклюзивная, скажем. чтобы одежда для людей, скажем, колясочников, ничем по смыслу, по тканям, по стилю, по качеству, ничем не отличалась от одежды для людей ходячих, стоячих, скажем так. Как дизайнер со стажем, Нелли Калашникова узнает о грядущих модных тенденциях еще до их появления. В последнее время люди с ограниченными возможностями здоровья все чаще и громче заявляют о себе. Идея новой линии одежды пришла сама собой. Вещи особого гардероба должны быть продуманными до мельчайших мелочей и деталей. Непременно удобными и функциональными. Но выглядеть при этом не как спецодежда, а отвечать последнему слову моды. В зависимости от травмы полученной, получаются разные типы посадки фигур. У нас применены застежки на магнитах для людей, которым трудно, например, манипулировать кистями рук. Карманы расположены вот здесь близко, чтобы пользоваться не со стороны боковых швов, потому что, сидя в коляске, неудобно это, даже если руки хорошо работают. А тем более, если, например, ограниченная мобильность. В России 1 миллион 300 тысяч женщин с инвалидностью трудоспособного возраста. Более 150 тысяч из них с нарушением опорно-двигательного аппарата. В 2019 году в Москве представлена первая в нашей стране линия одежды для женщин с ограниченными возможностями здоровья. У основателей проекта в планах выйти на один уровень с мировыми брендами. Продолжается подготовка к модному показу «Мир стальной красоты». Важный элемент любого образа – это обувь. Елизавета Бердникова рассказывает о новом проекте, который занимается созданием специализированной обуви. Изящной, женственной и комфортной. На пальчиках, где косточки у нас здесь проходят. Это конкретно разработка для инвалидов. Мы проводим серьезные социологические опросы. И у нас есть, так скажем, группа девушек, которые на себе это испытывают и говорят, насколько это комфортно или некомфортно. Обувь не должна жать, обувь должна быть комфортной. И это все абсолютно достижимо. Анна Дымова идет по жизни уверенной, легкой походкой. Даже на протезе, как оказалось это, возможно. С того дня аварии прошло чуть больше года. Постепенно, шаг за шагом, Анна привыкала к новой себе. Когда мне надели протез, изготовили, я сначала подумала, боже мой, что это, это мой протез, моя ножка. Сначала, когда слезы навернулись, она была просто огромная, тяжелая. Но техник мой, Александр, меня успокоил. Он сказал, говорит, Анна, не переживай, это только первый, послеоперационный. В дальнейшем у тебя будет ножка худеть, и у тебя будет очень красивый, элегантный. Кстати, благодаря опять же веяниям современной моды, протез может быть не только функциональным механизмом, но и стильным аксессуаром и даже арт-объектом. Вариантов бесчисленное количество, все зависит от творчества и фантазии. Такое произведение искусства точно не для того, чтобы прятать его под одеждой. Впрочем, и обычный протез смотрится не менее стильно, оригинально и ярко. Я понимаю то, что я как бы осталась той, какой была. То есть на меня даже, сейчас могу сказать, даже на протезе на меня обращают внимание, мне делают комплименты. То есть я понимаю, что как бы не все потеряно в этой жизни. Настоящая революция в российской фэшн-индустрии произошла пять лет назад. На Московской неделе моды в 2014 году на подиум впервые вышли совершенно неожиданные модели. Люди с ДЦП, синдромом Дауна, с ампутацией и на инвалидных колясках. Мне всегда хотелось как-то показать и доказать, что ненужного или некрасивого не бывает. Вот сколько себя помню, я как-то все время знал, что я такой, какой я есть, и я таким нужен. Владимир Ахапкин. Первая в России модель с ограниченными возможностями здоровья. Дизайнер одежды, блогер и один из тех неизменных романтиков, которые уверены, что мир спасет красота. Я попытался в России и до сих пор пытаюсь реализовать понятие инклюзивной моды, когда визуальная вещь ничем не отличается от просто красивого платья для самой обычной, например, девушки или женщины. Но при этом замки или какие-то скрытые застежки расположены так, что платье может полностью расстегнуться. И его может одеть там девушка, которой это невозможно сделать самостоятельно. Когда у человека есть твердая цель и вера в свои силы, его уже ничего не может остановить. Ни заболевание, которое сковывает с пастикой руки и мешает творить, ни отсутствие денежных средств и связей. Все это Владимир преодолел и выпустил свою первую коллекцию одежды. Задача одежды – преобразить человека, но подчеркнуть самого человека. А я пытаюсь сделать так, чтобы было видно того, кто это носит. Платье для Ольги Занозиной еще в работе. Такую примерку дизайнеры называют промежуточной. Как мы и хотели, по-моему, мы достигли эффекта вуали, когда разные сетки, разный фатин создают эффект такой легкой дымки, в которых нога с одной стороны теряется протез, а с другой стороны наоборот подчеркивается. Для большинства модниц примерка очередного вечернего наряда – вполне обычное, хоть и радостное событие. А для человека, который почти 20 лет стеснялся себя, это нечто большее, чем просто новое платье. Перестать бесконечно комплексовать из-за протеза Оле помогли муж и дочка. Дочь, она вообще меня считает роботом. Для нее это прям такое прям счастье. Говорит, мама, ты просто в теме, в тренде и вообще. Женственность, элегантность – это, наверное, вообще важная составляющая любой женщины. Урок по стилю и элегантности. Марта Любимова учит собравшихся дам непростому искусству. От правильной осанки до выбора вечернего наряда. Выбор фасона, цветовая гамма, макияж. Девушки оживленно поддерживают беседу и обмениваются опытом. При этом они ни своего любимого платья, ни самих себя никогда не видели. Каким образом вы приобретаете одежду? В детстве, наверное, большинство девочек я хотела выбирать одежду с мамой, меня это устраивало. Потом, когда подросла, стала доверять подружкам и подружками. Юлия Васильева не видит с рождения. Она трудится на нескольких работах, ведет активную жизнь. И просто не может себе позволить выглядеть не на высоте. Но, конечно, самая главная мотивация для нее – комплименты от любимого мужа. Мой муж начал, несмотря на то, что он незрячий, раньше он видел, и он очень активно интересовался всегда, как я выгляжу, какая у меня прическа, какое у меня платье, какой макияж. Репетиции показаны. Модели сегодня не в полном составе, но удержаться от дефиле в таких платьях невозможно. Я чувствую себя прям какой-то актрисой, наверное. Очень рада, что есть такие люди сейчас, очень много людей, которые помогают нам, людям с особенностью, быть красивыми, женственными. Вот, улыбаться, не стесняться своих проблем, а наоборот, даже открывать это, показывать, что жить с этим можно, не страшно. Все дизайнеры и стилисты сходятся в одном мнении. Главный тренд сегодня – это подчеркивание собственной уникальности и индивидуальности. Мода – это не предпочтение в одежде стиле, это тот мощный инструмент, который способен дать уверенность в себе и открыто, прямо с подиума заявить. Инвалидность – это не изъян, а особенность человека. А мир красоты открыт для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова